Ирок Мухаммадинов Еще до поступления в лицей, до знакомства с предметом химии, с моим любимым предметом, я всем говорил, всем родственникам, друзьям, что я хочу стать ученым. Как-то с детства так получилось, наверное. Я читал много книг, а больше даже научно-познавательных книг. Тогда не было по телевизору таких много каналов, типа National Geographic и так далее, других каких-то каналов, чтобы можно было это все увидеть по видео. Больше, конечно, обращался к книгам. У меня целый сборник, есть такая энциклопедия «Я познаю мир» по разным предметам физики, химии, стран, истории и так далее. Я их все перечитал в детстве, выписывал, и каждый месяц мне приходило какой-то... И вот как-то с детства повелось, что я мечтал стать ученым. 2023-й стал знаковым для республики и Ирика Мохомодинова. Ведь именно в этом году он получил премию из рук президента Российской Федерации за уникальную разработку его и команды. Это способ, который облегчает добычу тяжелой сверхвязкой нефти. Разработанные катализаторы акватермолиза разжижают нефть, извлекать ее становится проще. Впервые информация о разработке появилась в 2020 году. Катализаторы тогда тестировали на Ашальчинском месторождении сверхвязкой нефти в Татарстане. Помимо лабораторных исследований мы также уже дошли до опытно-промысловых испытаний. То есть на данный момент, на январь 2024 года, у нас уже проведены 7 опытно-промысловых работ, опытно-промысловых испытаний, закачек именно катализаторов. Катализаторы у нас подбираются для каждого месторождения, для каждой скважины по-разному, по-своему. То есть нам привозят с месторождения нефть. Мы начинаем это все здесь проводить лабораторное моделирование с добавками, как просто нефть с водой. Это как контрольный опыт. И с добавками наших реагентов. И потом уже мы, проведя большое количество исследований, помимо вязкости, это и определение компонентного состава, это и фракционного состава, и как влияет элементный, изменяется элементный состав, изменение молекулярной массы и так далее. Мы еще проводим такие исследования и даем рекомендации для компаний. То есть вот такой вот состав катализаторов будет более эффективен для данного месторождения, для данной скважины. Другие закачки у нас были проведены в 2022 году. Три закачки было у нас. Две закачки в Самарской области на месторождении, которые зарабатывает Ритек Лукойл, дочерняя компания Лукойла Ритек. И, значит, пятая закачка была у нас еще второй раз на Кубе. Это было тоже в ноябре 2022 года. И еще две закачки у нас были проведены в прошлом году, в 2023, в августе и в ноябре. Тоже на месторождении Самарской области, которое зарабатывает Ритек. Итого у нас вот на Кубе две закачки. Четыре у нас в Самарской области и одна в Татнефти. В этом году также есть скважины кандидаты на применение нашей технологии тоже в Самарской области. Ирек абсолютно командный человек и очень внимательно относится к общим достижениям. Даже говоря про президентскую награду или самую успешную разработку, он никогда не упомянет одного себя. Все победы – команды. Мы приходим на работу, обсуждаем ближайшие планы. Мы не говорим, что мы будем каждый день делать, сегодня конкретно делать. Если у нас есть какой-то проект от компании, то мы, конечно, распределяем роли, кто что будет делать, начиная, кто будет ставить реактор сегодня, кто после завершения эксперимента будет его снимать. Из мелочей тогда, скажем, складывается как раз-таки все главное, основное, то, что будет двигать дальше нами. Мы пишем совместные отчеты, распределяем обязанности, кто за какую главу там будет отвечать. Конечно же, это потом рождает и научную статью. Находка ученого особенно актуальна для Татарстана с его высокой долей сверхвязкой нефти. Добывать ее не только труднее, но и затратнее. Например, есть способы внутрипластового горения, когда закачивают кислород в недры и поджигают, но при этом сгорает много полезного продукта. И так, в свои 35 лет Ирак Мухаммадинов является кандидатом технических наук и доцентом. Он упорно трудится в лаборатории и параллельно успевает вести преподавательскую деятельность. Действительно, то, что нашу работу, работа нашей команды и в целом меня, так скажем, оценили высоко. Для меня, конечно, это было очень важное событие в моей жизни. То есть в 33 года, наверное, мало кто может похвастаться таким именно достижением. То есть и для нас, и для нашей команды это действительно было большое событие. И, в принципе, то, что я поехал к президенту, его увидел воочию, то, что с ним мы разговаривали, мы поздоровались, и получение с его урок вот такой награды действительно очень важное значение для меня было. Его работа доказывает, что наука и инновации играют важную роль в решении глобальных проблем. Благодаря его усилиям мы приближаемся к более устойчивому будущему и бережному отношению к окружающей среде. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универновости.